Когда я режиссер, мне интересно, потому что режиссура требует умственного труда. Ты создаешь реальность или параллельный мир, в котором живут герои фильма. И ты тоже живешь в этом мире. Ты спишь и мечтаешь, и говоришь с людьми. Дольф Лунгрен. Архот Абдулаев. Родился 12 апреля 1956 года в городе Душанбе. Закончил исторический факультет Таджикского университета. В 1984 году поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на отделение режиссуры художественного кино и телевидения, мастерскую Талангина. В настоящее время живет и работает в Москве. Здравствуйте, с вами программа «Шаг» и я, Мавима Саби. Сегодняшний наш гость – Фархот Абдулаев. Здравствуйте, Фархот. Здравствуйте, Мавима. Сколько лет вы находитесь в России? Сколько лет живете? Наверное, надо считать, что стал момент, когда поступил в Аргик. Это 1984 год. С 1984 года, где-то к концу обучения, я женился. Вот у меня родился сын. И очень долго я жил на Душанбе и на Москву, пока была жива мать. А где-то с 2000 года уже большей частью в Москве нахожусь. Моя семья, сын. А матери больше нет. Душанбе остался младший брат, сестры. Иногда езжу, но обычно общаемся. Или они приезжают. Но мы все время на связи, социальные сети, почта, телефон. Так что не чувствуя себя в каком-то таком бесконечном отдалении от Родины. Я просто почему задаю вопрос. На мой взгляд, поколение, то поколение, которое СССРовское еще было, они как бы между двух стран оказались. И до сих пор определения нет, кто мы. Кем вы вообще себя чувствуете, считаете больше таджикистанцем, россиянином или дитя СССР? Как вот у вас чувство какое? Я думаю, вот все-таки дитя СССР. Все эти разделы, Таджикистан, Россия, Беларусь. Я не то, что по убеждениям считаю, что это все не так. Просто в реальности, как бы то ни было, много было за границей. Понимаю, что все равно мы отдельный мир. Мы отдельный мир от Европы, от Америки, от Азии. И между гражданами СССР, какой бы республики он ни жил, больше общего, чем с гражданами других стран. Это действительно какая-то такая особая конфигурация, что ли, пространство, времени, характер, менталитеты. Это что-то особое. Понятно, что процессы, которые идут, направлены на то, чтобы эту ментальность размыть, вот как на Украине сейчас. Но с этим бороться надо. Это не так все просто сделать, потому что мы корнями вросли. Это было всегда. Это было еще и до Советского Союза. Это пространство объединено чем-то другим. То есть это мышление все равно не получится как-то изменить, видоизменить или вытравить, да? Нет, нет, ну получится, старается. В зависимости от того, да. У кого какие в этом противостоянии, у кого какие будут успехи. Опять-таки вернемся к этой Украине. Там у многих это получилось. Там есть персонажи, которые совершенно неадекватные. Но это жалкие, растерянные люди. В основе своей все равно это советская или досоветская, евроазиатская ментальность. Она очень сильно отличима от европейской ментальности. Это длинный разговор, почему это произошло. Это вся история. Это росло из древности. А вот в двух словах в чем все-таки различие? Вот коротко, если не получится. Они просто другие. Они другие. С чем это связано? С протестантизмом? Вообще со всей истории того региона и этого региона. Масса причин, которые привели к тому, что для них, допустим, очень часто понятие добра и зла зависит от того, если это мне выгодно. Если это эффективно, то это добро. Если это неэффективно, то это зло. Такое прикладное понимание базовых ценностей, фундаментальных, на которых стоит культура народов этого региона. Добро, оно добро независимо от того, выгодно это тебе или нет. И зло то же самое. То есть фундаментальные понятия сохранились. Не отталкиваясь от меркантильных каких-то интересов. Да, оно существует само по себе. И опять-таки, это, конечно, считается несовременным. С этим ведется борьба. И это, наверное, самое главное поле битвы, которое сейчас. Идеологическое какое-то, да? Да, больше даже на психофизическом уже уровне просто. Создать другого человека. Человека для нового мирового порядка. В этом смысле Россия стала каким-то таким центром, вокруг которого объединились народы и страны, которые хотят сохранить все-таки свои старые и, может быть, я скажу так, истинные ценности. Вот многие пытаются как-то абстрагироваться или уйти в себя, да? Вот вы сейчас произнесли слова «мировой порядок». Многие говорят просто, что это глупость. Вы на самом деле придерживаетесь этого мнения, что существует некая сила, которая пытается вообще вот все человечество подмять, поменять на свой лад или создать нечто. Я не слепой человек с образованием, первым образованием исторический факультет. И тогда уже сформировался взгляд на событие как некий исторический процесс, да? Или его отражением в каком-то всемирно-историческом аспекте. Эта картина ясна, и тот, кто старательно делает вид, что этого не происходит, ну что ж, я сам обманываться рад, да? Это его проблема. На самом деле все это есть. Каждый день этому подтверждению идет борьба. А вот в ваших работах отражается вот эта мысль, например, что видоизменение какое-то идет, подмена понятий. Вообще вот вы как-то пытались в своих работах это... В принципе, это основная тема моих работ. Формирование человека. Морально-нравственный выбор человека. Защита вот этого морально-этического комплекса человека. Презумпция согласия. Скажем так, крайний полнометражный фильм. Он как раз посвящен тому, что там встречаются два персонажа, два главных героя. Это оба врача. Один из них очень эффективный, практичный, потому что он понял фишку, вот, и он процветает. А второй приехавший, азербайджанец, получивший образование в Узбекистане, приехавший продолжать его в Москву на платном отделении в аспиранторе, он как бы такое воплощение СССР, он как бы отсталый. Он еще в тех вот старых понятиях. И ему дается шанс стать преуспевающим, так же, как его московский друг. Но ценой отказа от своих представлений о том, каким должен быть человек, каким должен быть врач, как он должен относиться к людям. И он предпочитает остаться прежним. Ну, это так и называется, последний зубр, да? Последний зубр я вот стешила, да? Вот и стешила именно об этом, что он решил остаться прежним. То есть в этой слабости его какая-то огромная сила, потому что надо быть очень сильным человеком, чтобы отказаться от благ мира всего во имя каких-то важных для тебя ценностей. Не менять убеждения. Да. То есть такой некий антипрогресс. На Казанском международном фестивале мусульманского кино состоялся первый показ фильма режиссера Фархата Абдулаева «Презумпция согласия». Уникальный во всех отношениях фильм основан на реальной истории, произошедшей в больнице Сырпуховского района Московской области. По заявлению режиссера картины Фархата Абдулаева, который на следующий день фестиваля пообщался с журналистами, этот фильм основан на реальных событиях, причем сильно сглаженных. Это мега-криминальная драма из материалов новостной хроники. Произошедшая в Сырпухове история потрясла режиссера. «Мы в это время снимали другой фильм, но когда попал этот материал, у нас сразу набросался целый сценарий, не очень-то отличавшийся от реальной канвы», рассказывает Фархор. «Сразу стало ясно, что за этой драмой скрывается картина жизни нашего общества. Его расслоение не только по социальным категориям, но и по морально-нравственным. В итоге получилось некое кино в направлении морального беспокойства. Как и во всяком фильме, там несколько уровней повествования. Для кого-то это криминальная драма, конкретная сюжетная история, для кого-то это философская притча. Лично я снимал притчу о двух братьях – Каине и Авеле. Фильму изначально сопутствовала удача. По словам режиссера, все в Серпухове – жители города, сотрудники больницы, бандиты – знали о произошедшей драме и помогали в съемках. В итоге фильм сняли за три недели. Мы с моим продюсером Натальей Ивановой стали снимать эту историю с небольшими деньгами, но с большой надеждой на успех, в который мы почему-то не сомневались, добавляет автор. Приезд на фестиваль мусульманского кино был для режиссера вполне логичным вариантом развития событий. Дело в том, что презумпция согласия получила приз православного фестиваля за вклад в православную культуру. Вот после распада СССР вообще потеряла ли кинематография в качестве, ну, понимаете, да, мои мысли? То есть есть фильмы коммерческие, допустим, рассчитанные на, ну, в основном, как боевики, развлекательная система, а раньше ставились фильмы именно с духовным таким началом. То есть есть ли разница, да, между теми тех лет фильмами и которые сейчас ставятся? Или все-таки продолжается в том же духе? То есть, ну, как сохранить, чтобы человеческое вот отношение к жизни, остаться человеком? Как вот с распадом именно с советской кинематографии, я не имею в виду вот зарубежные какие-то, а вот наш, постсоветского пространства, работы? Я думаю, пока в постсоветском кино, допустим, вот такой термин, да, не удалось добиться тех вершин, которых добилось советское кино. Да, там было тяжело, да, может быть, был где-то диктат главного продюсера, но было уважение к творчеству, что творчество приветствовалось, и мы смотрим, пересматриваем и будем пересматривать старые фильмы и Данелия, и Тарковского, и Бондарчука, это шедевры. То, что делается сейчас, это поисковые, может быть, поисковые, хотя долго что-то ищем, уже 20 с чем-то лет. Вот я про это и говорю. То есть молодое поколение вы в ком-то видите? В головах какая-то путаница, рынок. Главное для многих стало не найти какую-то истину и защитить ее, да, а сделать что-то, что вызовет интерес у широких слоев публики, да, сделает кассу. То есть это какое-то общее сознание. Не помогать людям понять какие-то новые грани жизни, открывать, расширять их кругозор, расширять сознание, а наоборот потакать ему, чтобы он увидел то, что он ожидает. Соответственно, он пошел в кинотеатр, заплатил свои деньги, человек получил какие-то хорошие сборы и может процветать дальше, запускать дальше. Но это тупиковый путь, потому что пришло к тому, что у нас сейчас практически нет зрителя хорошего кино. В Европе есть, в Америке есть. У меня друзья, приятели, все-таки вот такие фанатики, они покупают хорошие фильмы, переводят их, выпускают в прокат, еле-еле сводят концы с концами, потому что зрителя очень мало. И в этом смысле Сергей Сельянов, очень известный продюсер, он вчера, кажется, на меридианах Тихого сказал, что у нас нет хорошего кино, потому что оно зрителю не нужно. А почему так произошло? Потому что 23 года из него делали дебил, его приучили какой-то жвачке. Он перестал искать. У него нет потребности познавать этот мир, расширять свой кругозор. Это ужасно и с этим тоже надо как-то бороться. Ну, я надеюсь на лучшее, потому что есть плеяда режиссеров, которые делают свое дело, несмотря ни на что, и у них получаются очень хорошие вещи. А в основном все хорошие проекты, я вам скажу, они в столе. Сейчас уже стало таким обиходным, когда пишешь хорошие вещи, посылаешь ее тому редактору, той группе редакторов, режиссеру, киноведу, которых уважаешь, они говорят, все отлично, теперь можно класть в стол. Почему? Потому что не найдешь денег на этот фильм. А, то есть финансирование. Да, у меня, допустим, около 7-8 проектов, которым я горжусь. Но ни один из них не будет в ближайшее время снят, потому что ни один из них, во-первых, не будет не окупить себя в России, и, во-вторых, он не в тренде, скажем, потому что это опять-таки из категории фильмов, которые создают мир, которые генерируют какое-то активное человеческое начало в защите каких-то важных для человечества ценностей. А это встречает сильное сопротивление. Фархот Абдулаев громко заявил о себе еще в 2000 году. Документальная картина о возвращении таджиков домой после российских заработков. Это талантливый, провоцирующий на долгие дебаты о социуме и нравственности, режиссер. «Я очень хотел снять эту историю, основанную на реальных фактах. Я хотел показать жизнь, как она есть», делится Абдулаев. «Мы ввязались в авантюру без денег и возможностей. Я поехал с Серпухов, познакомился с актерами Серпуховского театра и понял, что нашел в этом городе все необходимое для съемок. Предложил ребятам поучаствовать в фильме-эксперименте, но без особой надежды на то, что мы выйдем на мировой экран. И все-таки это произошло. Во многом благодаря великолепным, точно передающим состояние героям, актерам, профессионалам своего дела. Я счастлив, что судьба свела меня с ними и уверен, в будущем нас свяжет еще не один кинопроект». А вот ваша возрастная категория, для какого зрителя вы ставите? То, что в стол даже сейчас у вас отложено. На какого зрителя рассчитано? У вас разная категория? Нет, если делаешь фильмы коммерческого плана, там точно надо рассчитать, что вот такая категория людей, они все страдают одной какой-то привычкой или обладают. Вот такой-то у них широкий усредненный круг интересов, соответственно, мы бьем на этот круг интересов и снимаем кино про это. Я пишу другие вещи, я пишу вещи, которые важны мне самому, мне кажется, важны людям, независимо от того, 15 ему лет, 20, 40, 50. Это просто вещи, которые для меня самого открытие. Если бы я, допустим, прочитал их, когда мне было 20 лет, я бы кое-что больше понял про жизнь, да, и потом совершил бы меньше ошибок, может быть. То есть это ваш субъективный такой взгляд, да, на многие вещи? Авторский взгляд, да. И когда ты исследуешь какую-то тему, ты не ориентируешься, а какой зритель будет это смотреть? Об этом думает потом продюсер и говорит стол. Только стол. Жаль, жаль. Много вещей, которых вот не увидит действительно зритель. Они связаны, например, потеря интереса кино с тем, что очень свободный и спокойный доступ сейчас. То есть люди не идут там в кинопрокат куда-то туда, да, в кинотеатры, а у них есть доступ в интернете, в телефонах. Обычно, когда посмотришь хороший фильм в интернете, первое, что потом желание какое возникает, пойти посмотреть на все это на широком экране. Ну, вот видите, вот допустим, обожаю фильм Бёрдман, считаю, что это шедевр, инеоритм, крайний фильм инеоритм. Фильм о том, что вот он показывает, голливудская звезда в обстановке, ситуации, когда весь Голливуд, вообще все актуальное кино, как бы решило, что главное в кино что? Действие. Действие. Действие и все. Экшен. А он говорит, нет, правда, инеоритм, и делает спектакль, фильм через спектакль главного героя, в котором говорит, нет, не действие, правда. И все охренели, и замечательный, это шедевр. А он во всем мире очень хорошо прошел, в России плохо. Почему? Потому что зритель уже прикормлен к другому. Для него, даже вот я вот в сообществе сценаристов, для меня сейчас драматургия на первом месте, потому что я считаю, режиссура это второстепенное по отношению к драматургии. Сначала надо знать, что снимать, а потом уже как. Даже вот в этом нашем профессиональном сообществе, там состоит около тысячи человек, не все поняли скрытого смысла этого, послания этого фильма. И просто когда уже возник спор, скажем так, разделилось процентов 15-20, приняли мою точку зрения, остальные признали, что это есть, но остались на той точке зрения, что у них главное действие. Главное действие, главное, чтобы конвейер крутился, чтобы публика смотрела, сериалы снимались, публика смотрела, сериалы снимались, а то, что это приводит к тому, что общество деградирует, теряет вообще ориентиры, а чтобы это видеть, надо как-то далеко смотреть, а далеко смотреть никто не хочет. Или смотрят те, кто ситуацию управляет, и их эту ситуацию устраивает. Но на мой взгляд, вот в той сейчас критической ситуации, в которой мы оказались, весь мир оказался, сообщество дебилов не победит. Победят только убежденные сторонники какой-то определенной точкой зрения, борцы, да? Борцы, борцы, борьба ни к чему не приводит, я вот сколько отслеживаю, к чему. Не боролись бы давно, бы уже не было бы ни России, ни Таджикистана. Почему? Я помню эту гражданскую войну, не боролись бы, давно бы там был второй Афганистан. Сейчас опять, получается, возвращаются все на круги своя, и... Ну, вы знаете, всегда какой-то отзывы в прошлое возникает, но вроде погасили. Дай бог, дай бог. А вот есть некая ответственность у людей творческих, искусства, там, режиссеры, актеры, неважно какая профессия, но некая доля ответственности на плечах за то, что они производят, то есть за свою работу. Они же ведь учат. Я думаю, есть. Я думаю, есть, и очень хороший режиссер это понимает. Не буду называть фамилии, но один режиссер, который очень успешно в 90-х годах формировал и националистическую точку, вот на ксенофобии очень сильно играл на жестокости, на уропатриотизме. Не будем называть фамилии. Потом, в конце концов, снял фильм «Покаяние», и более того, снял после этого еще один фильм, в котором в открытую заявил, что он не достоин прощения, он не заслужил. То есть это некая самокритика? Да, да. И он вскоре после этого умер. То есть наиболее продвинутые люди понимают, что ответственность есть, и не только перед зрителем, и не только перед самим собой. То есть люди, несущие что-то в общество, некий символ некой свободы какой-то, да, все же творческая прослойка, она как бы созидательна, она должна создавать именно в пользу мира, в пользу… не было бы ошибкой, если бы, например, вернее, как правильно поставить вопрос, не ошибка ли этих людей вмешиваться в какие-то политические вот моменты. И мне кажется, каждый должен заниматься своим… В смысле политически? Самому лично что-то… Вот когда, да, сами люди лично, они не то, что отдельно гражданская позиция, да? Почему? Он тоже человек, он имеет право высказать свою политическую позицию. То есть есть… Даже когда оно старается казаться неидеологическим, оно еще более идеологично. Как бы мы ни убегали от этого. Конечно, конечно. Мы все проповедуем какое-то… наше видение – это уже точка зрения, это уже политическая позиция. Хочешь ты этого или не хочешь. Многие режиссеры, они… у них есть свой любимый какой-то фильм, их работа, которая действительно удовлетворяет полностью всех их амбиций. Сэн, вот ваш фильм, ваша работа. Это невозможно, потому что… То есть каждый вложенный в шагу? Да, потому что… Я же авторское кино снимаю, я пишу сценарий, да? В сценарии у меня выстроился целый мир, да? В котором люди в определенных интерьерах, в определенных одеждах… И все это должно быть снято в определенной стилистике, в определенном свете. И ничего этого нельзя сделать на площадке, потому что никогда нет столько денег, сколько надо, чтобы сделать хороший авторский фильм. Ты снимаешь максимум 15-20% от задуманного, вплоть до сокращения сценария и прочего-прочего. И все, что ты видишь на экране, ты и твое окружение понимает, что это огрызок того… не только что как Apple, там кусочек отгрызан, а наоборот. Там вот чисто огрызок и один кусочек остался. Он может быть больше, может быть меньше, но… И… почему тяжело смотреть свои фильмы? Ты видишь, что ты снял только десятую или там какую-то часть того, что было задумано. Профессия режиссера очень тяжелая. И ранние смертности, инфаркты… я думаю, все это связано с переживаниями. И даже если потом фильм твой в том качестве, в котором ты сделал, оказалось достаточно, чтобы он прогремел, там и все равно крутые фестивали, и пресса, и критика, и влияние на других, и тебя называют там зачинателем какого-то направления, ты-то все равно знаешь, что то, что ты сделал, это совсем не то, что ты хочешь. Это не от того, что каждый творец он всегда не дал конечный результат? Нет, просто никогда нет возможности, не у кого-то может быть есть, да, но в моей ситуации все время очень короткие сроки, потому что очень мало денег, или снимай как можно, или откажись, если встань в позицию и не снимай вообще. Да, и вот в этой ситуации снимаешь, снимаешь, чтобы хоть как-то зафиксировать этот замысел, эту идею, но говорить, что ты удовлетворен достигнутым никогда, пока никогда. Я надеюсь, что когда-нибудь все-таки оболочится момент, когда один из проектов удастся снять как хочешь. А-а-а. Это об этом каждый мечтает. Я думаю, да. Это как я пишу стихи, но нигде никак не опубликовано, то, что ты же сидишь и думаешь, а ну тебе надо вообще это или нет. Каждый человек к своему идет. А вот почему люди с советской идеологией, вот как Савковой нас называют всегда, ну я так, в отношении себя, выезжают, уезжают, например, на Запад или куда-то, да, и остаются там жить с той идеологией, на которой были воспитаны, да. И не ломает ли их это, вот как-то, я не знаю, то есть совершенно другая, вот мы с вами говорили в самом начале, то есть вот совершенно другая идеология, что-то, то есть я сейчас о творческой прослойке говорю, вот не о простых людях, которые просто живут, а именно те, кто творят. Думаю, есть. Не ломает ли их, вот некий перелом нет такого, вот, например, когда они уезжают в западную сторону, то есть не перенимается ли это? Думаю, есть, потому что ты должен нутром чувствовать боль, проблемы, переживания своего племени, да, с которым ты связан какой-то незримой нитью. А уехав туда и снимая о западе, да, у тебя какое-то головное творчество получается, да, ты работаешь от головы без каких-то глубоких духовных озарений, да. Это очень тяжело, у тебя нет какой-то подпитки внутренней, которая бы давала, направляла бы тебя, кормила бы тебя, твоего воздуха нет, да. Это как вот старая история у Айни прочитал с лепешками из Самарканда, знаете? Нет, я не читала. Ну, в Душанбе, вот только в Душанбе образовались, решили, значит, что не хватает самаркандских лепешек. Прислали, ну, выписали лепешечника из Самарканда. Сделали тонур, всякое такое, он говорит, не, ничто не получается. Почему? Ну, да, ну, мы сделали тонур из глины из Самарканда. Не получается. Воду из Самарканда. Не получается, мука из Самарканда не получается. Он говорит, мне нужен воздух, Самарканда. А вы говорить и не знаете. Я думаю тяжело. Ну, как-то люди находят какие-то ниши, какой-то такой аспект своего таланта и его задействуют, да, чтобы это было интересно и ему, и вообще мировому кино, да. Это надо выйти на какой-то уровень тем, где твой все-таки не американский, а выращенный здесь, создавшийся здесь, формировавшийся здесь взгляд на вещи, будет им интересен, да. Вот Дэк Мамбетов уехал в Америку и оказался вообще на острие, потому что его недорогие, но совершенно-таки безбашенные проекты, да, они пробивают все. Вот сейчас в Торонто этот фильм «Хардкор», такая совершенно вообще игровая ситуация, «Контерстрайк» расширенный до уровня полнометражного фильма, за него сейчас борются крупнейшие дистрибьюторы, потому что безумно интересно получилось, и публика пойдет. Ну, у него чуйка есть, чуйка, которая сформировалась тут, да, что его удивляет, что его интересует, а он привносит туда, а оказывается, черт побери, это настолько интересно, что и они смотрят. Но мне кажется, что по-настоящему свой большой фильм он еще не снял, когда, он еще, он еще, наверняка у него есть, наверняка это связано все-таки с историей Центральной Азии, скорее всего, подозревая, судя по тем замечательным клипам из рекламы, когда-нибудь он к этому придет. — Хорошо, удачи. — Вот из молодых последователей, вот, кинематографа, из именно вот нынешнего поколения, кого вы можете отметить или вообще некого отметить вот именно в этой сфере? — Поколение российского? — Нет, я бы сказала больше таджикского, почему, потому что, опять-таки, многие перекочевывают и сюда. Есть за что зацепиться или хотя бы в перспективе? Вы что-нибудь видите сами? — Я мало знаю, что сейчас, но всегда на всех интервью предыдущих выступал за то, чтобы в Таджикистане правительство уделяло больше внимания кино, потому что кино формирует образ нации, духовный образ нации. Какие-то проблемы, самоидентификация решает кино. Не говоря уже о том, что другие народы какое-то свое представление о народе ином формируют через первую очередь кино, литературу, через искусство. И, как я понял, деньги стали поступать. В Таджикистане снимается кино. Нет, нет, но снимается. — Ну вот, Носир Саидов, он сейчас снял, по-моему, вторую работу, да, «Учитель». Я в новостях читал, что она получила на мусульменском фестивале в Казани, очень приятный фестиваль, приз за лучший сценарий, автор Сафар Хагдодов. Это вторая, по-моему, уже их работа. Первая работа «Истинный полдень», кажется. Там тоже Сафар Хагдодов. Я так смотрю, он сейчас человек очень серьезно пишущий, уже авторитетный сценарий, заслуженный сценарист. Дай бог ему удачи. А насчет других ребят, школы, кино, я не знаю, есть ли она там. И учиться надо. Надо какое-то отделение ВГИКа, может быть, открывать. В первую очередь, опять-таки, нужно Таджикистану больше денег выделять на кино, литературу, театру. — Музыка, да. — Да, потому что сейчас процесс реализации, то есть окишлачивания, да, он даже на уровне Душанбе очень сильно заметен. Я читаю какие-то статьи, да, идет какая-то вот такая. — Это не связано с массовым оттоком? — Не с массовым оттоком, да. А с массовым оттоком, разумеется, с проблемами в образовании, разумеется. Да, с экономическими проблемами, разумеется, да, со всем этим целый комплекс причин. Очень приятно наблюдать за творческим ростом Фархота Абдулаева, чьи картины вызывают интерес не только у российского, но также и у зарубежного зрителя. Мне доставило большое удовольствие работать вместе с Фархотом над фильмом «Беженцы». Искренне надеюсь, что нестерпаемая энергия и большой потенциал талантливого режиссера и сценариста Абдулаева еще немало принесут побед в копилку российского кино. С уважением, Алишер Латив Заде, композитор, член Союза композиторов Российской Федерации, член Международной Королевской Академии Объединенной Нации. Вы вообще как верите в то, что все вернется на круги своя, что когда-нибудь будет так же, как было раньше? Ну зачем, как было раньше? Нет, не то, что возвращаться в одну и ту же воду, вступать, нет. Лучше, чем на данный момент. Есть такая вот вера у вас? Хочу верить. Хочу верить, да. Потому что очень жалко потерянное, утерянное. Я думаю, Бог любит, Бог любит хороших людей, и все должно быть хорошо. Ну и Бог. Какого воспечатления бы у меня сложилось? Отличнейший. Позитивный человек. Даже люди, когда я первый раз вижу любого человека, то есть я сначала, по первым словам, очень сложно определить, да, но аура и энергетика человека, она как бы чувствуется. Есть с характером, конечно, с таким жестким где-то, властными моментами, но впечатление довольно такое приятное от общения. Еще не все потеряно. У нас это первая встреча, так что... Нет, просто я, почему, просил работу драматурга, она, ты же большую часть времени за столом, в одиночестве, да, иногда даже за целый день слова никому не скажешь. И выходишь в свет, а, боже мой, недавно был в Иркутске, это дни, неделя российского кино, общения со зрителями, и я понял, что я давно уже не говорил с массой людей, ответы на вопросы. Сейчас, да, у меня стремление как-то побыстрее это все прекратить, то есть уже удовольствие от широкого, от общения, ну, потому что отвык. Потому что обычно общаешься с листом бумаги, с теми героями, которых ты выдумал, и которые уже живут своей жизнью, да, задаешь им вопросы, и, судя по их ответам, идешь, додвигаешься дальше. А здесь живые люди, живое, чистое общение, оно, оно ведь не такое, скажем так, продвинутое, как с твоими героями. Твои же герои умнее, твои герои знают глубже, и их ответы, разумеется, тебе больше интересуют. И ценность реального мира как-то отходит на второй плат. А потом вечером выходишь в город, смотришь на этих людей, которые живут своей жизнью, думаешь, прекрасно. Они не кажутся вам серыми? Нет, прекрасно. И вообще-то надо, конечно, вернуться ближе к людям, думаешь ты. Надо сделать все-таки те вещи, которые будут им доступнее, что ли. Доступнее в том смысле, что этот фильм заинтересует прокатчиков. Да, пусть он не будет настолько вот перфекционистский, как тебе хочется, но пусть в нем будет очень много манков для того, чтобы прокатчики им заинтересовались, и чтобы фильм показывался в 10-15 кинотеатрах, а в тысячи или в двух тысячах, и чтобы все-все эти люди это увидели и, может быть, узнали из того, что ты хотел сказать. Не все, хотя бы часть, но уже хорошо, а это хоть немножко, хоть на капельку, сделает их богаче, кругозор шире, как-то вот так. В общем, общаться с людьми полезно. Спасибо. Последний вопрос задам. Меня всегда интересовало это. Вот писатели, например, да, сродни где-то вот режиссерам, сценаристам. Почему? Потому что они придумывают то, чего нет. То есть некий мир, сейчас нынешним языком, если называть современным, виртуальным, то есть это же все в их голове, поставить то, чего нет. Не грозит ли это вообще, как сказать, уходом человека вот в этот выдуманный мир и нежеланием возвращаться в реальность. Есть такое? То есть это и есть такое? Каждый человек. Мне все время хотелось это понять. Спасибо вам за сегодняшний день, за то, что согласились ответить на вопросы. Пожалуйста. Надеюсь, не последний раз. Спасибо. Спасибо.